Привет, политик! Что якобы у Соловьева, российского пропагандиста, там выступающие говорили, что следующим после Украины будет Казахстан. Сразу оперативно замминистра иностранных дел Василенко сделал заявление, возмущаясь. Потом нехта белорусская распространила и по всем каналам разбежалась. И даже Герашенко, там советник офиса, по-моему, министра МВД, тоже по этому поводу возмущался и так далее. То есть, чтобы вы понимали, когда вот такие вот пробросы-вбросы идут, это технологическая заготовка, это фейки, которым заинтересовано, чтобы максимально распространилась эта информация как сама Россия, так и сам Казахстан. Вы же знаете, когда реальные какие-то события происходят в России, наши в рот набирают воду и молчат, 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 там выходят какие-то блогеры, возмущаются. И может быть, через какое-то время, только после этого, какие-то депутаты выступают или Министерство иностранных дел. А тут прям, что называется, с колес. В чем суть? Суть в том, что Путин и Такаев разыгрывают примитивную комбинацию, на которой наши граждане ловятся. Они не очень понимают, как это природа этих фейков. Вот как он в Питере заявил, мы не признаем ДНР и ЛНР. Все вау, Такаев тигр и так далее. Это было смешно. Потому что сразу же они с ним обнимались, сразу же совместное учение ОДКБ, ШОС и тому подобное. Покупка Сбербанка, государственной компании, Байтерек, покупка Альфа-банка. То есть, ну, все эти действия на конкретных примерах показывают, что Такаев вассал Путина, такой же, как Лукашенко, а Казахстан используется для обхода санкций. И недавно украинская разведка сделала заявление, публичное. В итальянской газете «Ля Република» было заявлено, что Казахстан и Узбекистан импортируют такие промышленные товары, которые затем реэкспортируют в Россию. И эти товары можно использовать как комплектующие ракетам, которыми сейчас стреляет Россия, обстреливают Украину, и плюс управляемые снаряды. Понимаете? Притом, объем экспорта из Казахстана, чужих товаров, которые они покупают и перепродают в Россию, увеличился в 200-300 раз. Вдумайтесь, в 200-300 раз. То есть, Казахстан прямо помогает Путину, и украинская разведка сделала по этому поводу заявление. Поэтому такого рода заявление, когда якобы надо разобраться с Казахстаном, это трюк. Трюк, уважаемые друзья, вы должны научиться читать все эти игры. Казахстан находится в ОДКБ. Тукаев, вассал Путина, он никогда звука не издаст. Он даже, когда был министром, мы с ним ездили в поездки, он ползал. Мне было противно с ним рядом даже стоять, из-за чего у нас были с ним конфликты. Потому что он ползал перед Россией, потом унижался. И этот человек звука не произнесет против Путина. А если оно его произносит, это комбинация, договоренность, чтобы изобразить, что Казахстан якобы независимый, что у него якобы конфликт. Но чтобы вы знали, объем экспорта у нас вырос по сравнению с прошлым годом на 50%. Валютная выручка на 50% выросла. Не объем, а денежное выражение. На 50%. Понимаете? Поэтому, когда кто-то говорит, что вот Путин зажал Казахстан, нефть зажал, не верьте. Я обращаюсь к Украине. Это просто позорно и стыдно, когда разведка Украины заявляет, что Казахстан помогает Путину, а с другой стороны советники Министерства внутренних дел заявляют, что вот, оказывается, есть угроза для Казахстана. Понимаете? И еще более стыдно, я считаю, я сейчас хотел бы к офису Зеленского обратиться, мне, честно говоря, странно, что президент, который воюет с Путиным, с Россией, поздравляет ближайшего союзника Тукаева с убедительной победой на этих выборах. Мы все знаем, что это фейковые выборы, что эти выборы не признал ОБСЕ, не признал ли Соединенные Штаты Америки. Европа тоже сказала, что они признают отсчет ОБСЕ. И в этих условиях президент Зеленский, прекрасно зная, что Казахстан помогает России фактически бомбить Украину, поздравляет с победой на фальшивых выборах. Мне, честно говоря, просто поразить, для меня это поразительно. Я бы сказал, что это позорно для Зеленского. Я впервые такие свои заявления делаю в адрес Зеленского, потому что это позор. Поддерживать президента, который расстрелял в январе свой народ в Казахстане, выражать поддержку с убедительной победой на выборы, которые не признала ОБСЕ, это просто поразительно, непоследовательность, поразительное. Поэтому, уважаемые друзья, не ведитесь на такую ерунду. Мы должны четко понимать. Это фейк, который разыгрывается Путиным и Токаевым. Не ловитесь на эту ерунду. Не выражайте свое возмущение. Это ложь. Токаев вассал Путина. Мы все это должны четко знать. Далее. Сегодня следующая новость очень интересная. Европейский парламент принял резолюцию, в котором заявил, что Россия – государство спонсоров терроризма. И Европейский парламент поручил фактически Еврокомиссии выработать нормы закона, которые позволяли бы вводить список спонсоров терроризма не только организаций и физических лиц, но и государству. Это первый пример, когда именно государство России ожидается, попадет в список государств-спонсоров терроризма. Какие будут последствия? Это значит всех союзников, которые помогают государству-террористу, которые бомбят мирных жителей Украины. Это значит, что всех союзников и помощников тоже ожидают санкции. И обратите внимание, сегодня генеральным секретарем ОДКБ, это военная организация, которая в январе утопила в крови наши мирные протесты в Казахстане, назначен Имангалий Тасмагамбетов, первый выможник Назарбаева, премьер-министр Казахстана, руководитель администрации президента, Аким города Алматы, министр обороны. Долгие годы был послом Казахстана в России, и сегодня Казахстан открыто продемонстрирует, что он не просто член ОДКБ, но он является фактически ведущей силой совместной России, назначив туда своего представителя, ближайшего помощника Нурсултана Назарбаева. И все те, кто все еще продолжает говорить, «Тигр Такаев», что он пять изгов знает, что он якобы независим, что он якобы избавился от влияния Назарбаева, просто посмотрите, именно Токаев прилетел в Ереван на заседание ОДКБ, именно там Токаев дал согласие на назначение Имангалита Смагамбетова, представителя Казахстана, генеральным секретарем ОДКБ, той организации, военной организации, которая потопила в крови мирные протесты в Казахстане. И вот сегодня, когда Европейский парламент такую резолюцию принял, вы должны понимать, что в этот список, которые попадут под санкции, попадут конкретные организации, которые так или иначе связаны с Россией. ОДКБ связано. ОДКБ связано.